Особое мнение на 101FM Новый год на носу Но, честно признаться, Валерий Николаевич, ой, как не весело Потому что 1 января принесет нам массу новых забот И повышение НДС, и пенсионный возраст, и еще прочие другие документы На ваш взгляд, чтобы сейчас договориться на берегу, что называется, будет только хуже? — На что рассчитывать? На что надеяться? — Помните, какая-то такая избитая фраза была Пессимист, оптимист, и кто это такие? — И кто такой реалист еще? — Реалист — это как раз оптимист Оптимист говорит следующим образом Что сегодня плохо, а завтра будет еще хуже И при этом не расстраивается, а говорит Теперь я знаю, что будет хуже, и сегодня я должен сделать все для того Чтобы это хуже не наступило То есть это некая проблема, которую необходимо преодолевать На мой взгляд, это грамотно И в этом отношении есть еще другая фраза Чем отличается, скажем, умный человек от мудрого человека Или мудрый от умного Умный всегда найдет выход из трудного положения А мудрый, он не попадет в такое положение, с которым надо искать выход Следовательно, вопрос, о котором вы сейчас задали Он носит такой философский характер, но жизненный характер Что для того, чтобы дальше жили мы лучше Необходимо проявлять элементы мудрости То есть не наступать Конечно, и вот вы мне перед началом эфира задавали Валерий Николаевич, я не понимаю, зачем там до 15-го года нам какие-то планы До 35-го Или до 35-го года, на 15 лет, к примеру А для меня это абсолютно понятно Это правильный путь Мы должны увидеть будущее И это будущее, если для нас видится Есть некие закономерности, тенденции В соответствии с этим формируются приоритеты Эти приоритеты объявляются государством Как государственный заказ для того, кто хочет дальше чего-то делать и развиваться Нам все равно не миновать тех вещей Вопрос только будет заключаться Войдем мы в шестой экономический уклад или не войдем Не войдем, значит будем на обочине с заревым придатком Войдем, значит будем одним из лидеров в развитии своей территории В развитии России и так далее Не на словах, а на деле Поэтому вот эти приоритеты определяются И в рамках этих приоритетов Проявляется уже мудрость Мы уже начинаем соответствующим образом Стимулировать те бизнесы Те деятельность, которые соответствуют этим приоритетам На мой взгляд это правильно Грамотно И если цели поставлены действительно Повысить эффективность жизни наших людей Тогда это все верно Другое дело Опять же Много шума сейчас идет вокруг Представленный Минэком нашим Минэкономики Кряжевой Натальей Михайловной Проект Стратегии Я поясню Чуть секунду дайте мне Я поясню Почему прозвучала цифра Это 2035 Потому что именно это у нас цель Которая Которая обрисовывается в новой стратегии Социально-экономического развития Окончание перехода в шестой экономический уклад Действующая стратегия Она у нас рассчитана до 2020 года Она принималась ровно 10 лет назад Летом 2008 года Участник этого процесса Безусловно Безусловно Да Пока Насколько я понимаю В открытом доступе этой стратегии нет До 2035 года Но если читать действующую стратегию Ну это прям вот Ну извините Как сказка Сказка на ночь Согласно которой Зарплата средняя у нас в регионе Должна быть на уровне 90 тысяч К сегодняшнему дню А к сегодняшнему дню Ну конечно Рост промышленного производства в регионе Рост эффективности труда И так далее И тому подобное Вот отсюда-то и мой скепсис Зачем мы это все пишем Если мы этого не добиваемся Наталья Михайловна Она тоже доложила Но если проявлять элементы Не ума, а мудрости То становится понятно Что те предложенные цифры Которые прозвучали Они не что иное Как формируют Некую стагнацию Стабилизацию ситуации Учитывая что 4% официально объявленной инфляции Если вы посчитаете Какой должен быть объем Соответствующий Всего происходящего То в денежном выражении С нами-то разговаривают Не в приведенных цифрах Не в сегодняшних А в завтрашних цифрах Они по инфляции будут На сути то же самое Это топтание на месте Конечно Никуда мы не шагнем Никуда мы не шагнем Или если вы возьмете Там рост Внутреннего регионального продукта ВРП То есть экономический показатель Полтора Рост полтора процента Ежегодный рост Это есть Необходимые ресурсы Для обслуживания Стагнационного состояния То есть Того Четко научно выверенный процент Да Полтора процента Это увеличение на то Чтобы поддерживать Состояние стагнации Свою жизнеспособность Да На застывшем уровне Да Стабилизацию поддерживать Полтора процента Умножьте пожалуйста На все годы Сколько должно быть Увеличение нашего ВРП Полтора умножаем на 15 Да Те же самые 25 процентов Получается Понимаете Вот о чем идет речь Поэтому Меня-то волнует Что вот эти статистические цифры Они не подтверждены Экономическим смыслом Наша-то задача Развивать Реальный сектор экономики А потом уже все делить А у нас Опять Отсутствует Реальная основа Для того Чтобы развивать Именно Производственные процессы Увеличивать число Рабочих мест Я не один раз Уже говорил о том Что показатели Экономики Они должны характеризоваться Путин кстати Не один раз На это обращал внимание Другое дело Что этим игнорею Те же самые скам 12 национальных проектов Которые объявлены Там весь четвертый указ президента Дело-то хорошее Другое дело Во что это выльется Мы же помним На сегодняшний день Во что вылились нацпроекты Тогда еще В начале 2000-х В нулевых Которые да В 2000-х годах В начале А вылились то Что практически все Кто вошел в эти проекты Они обанкрочены Либо у них отжали бизнес Все И здесь объявляется Опять 12 национальных Ну хорошее дело Хорошо Давайте А посмотрим Что у нас там До 24-го года Мы нарисовали С вами у себя До 24-го Вы имеете ввиду Там Майские указы Новые До окончания Президентского срока А что у нас Ну хорошо Выполнили финансовые показатели По бюджету В отношении того Что Там Те поставленные задачи По профициту Которые Минфин поставил Ну сказали Хорошо вы выполнили задачу Вот вам там Сколько 4-5 миллиардов Нате держите Ребята Это же не дело Потому что Профицит Это гибельный показатель Для экономики Никто об этом не задумывается Но это гибельный показатель Должен быть дефицит То есть Учитывая Заторможенность оборотки То следовательно Невозвратность денег Оно и определяет Определенную часть Одну 12-ю часть Как минимум Должно быть Это то что подстегивает Это то что Толкает вперед 10 процентов Это нормальный процент Это свидетельство Процент Что мы находимся В развитии В движении То есть Дефицит Поэтому и определен Предельный показатель 10 процентов Это приемлемый показатель Но нам-то говорят Мы профицит сделали Больше 10 процентов Там 12 процентов Профицита Стоп ребята 12 процентов Это что у нас Пассивы Мы загоняем деньги Вместо того Чтобы развивать экономику Мы еще начинаем Тормозить искусственно И при этом Радуемся тому Что мы будем тормозить Вот эти вот Перевернутые схемы Которые звучат Вроде бы красиво А в действительности По своему содержанию Очень губительны Для нашей Кировской области И в данном вопросе У меня уже Складывается впечатление Если когда Белых там приходил И говорил Что Мы вот Должны поставить Так Экономику Чтобы укропнение Сделать регионов Присоединение Кировской области Либо к Пермскому краю Либо к Нижегородской области Коми там еще обсуждалось Звучало именно эти Коми Потому что сами Они слабаки В этом отношении А вот сильные регионы Это Нижегород И тогда мы сразу Поставили точку Над ИИ И сказали Никита Юрьевич Если еще раз Скажете об этом Мы поставим вопрос О несоответствии Вашей должности Мы должны Вы здесь губернатор Не для того Чтобы ликвидировать Кировскую область Сегодня Заувалированно Звучит именно Такая тема Что надо Ликвидировать Кировскую область Она не состоятельна Она не в состоянии Что-то делать И так далее Нужны какие-то Коренные Понятные Прозрачные Механизмы Которые свидетельствуют О том Что если мы их Будем использовать Будет и развитие Вы же не случайно Вернулись К программе До 2020 года До 2020 года До нынешней стратегии Да До нынешней стратегии Потому что Настал момент Подвести итоги А что это такое И что мы сделали А она провалена Тогда вопрос Если мы не видим Сегодня механизмов Дальнейшего развития Понятных для всех То Ваш скепсис Становится абсолютно Понятным И он уже не скепсис А это уже убеждение Что этого не будет Что это Получается обман Вот это очень страшная вещь Володя Очень страшная вещь А если переложить Это все на простой язык На котором общаются Ну вот наши Земляки Население Это что значит Для людей Они не смогут Покупать более дорогие вещи Они не смогут Покупать более качественную пищу И так далее Не на дорогих Потому что Вот это дорогие вещи На обычной жизни Как это отражается Это относительный показатель Мы должны говорить О реальных доходах Населения Потому что Это тоже Экономисты умалчивают Что является доходом Доходом является Четыре показателя Национального дохода Это прибыль Заработная плата Земельная рента И банковский процент Все Вот четыре Четыре показателя доходности Которые выражаются Не в деньгах А в натурально-вещественной форме И следовательно Показатели должны быть Не денежные А показатели должны быть В штуках В километрах Количество потребленных Благ Услуг И так далее И тому подобное Да То есть То что реальный Вот это называется Реальный доход В приведенных показателях цен А мы по ценам Можем показать тебе Во какое Увеличилось наше Благосостояние В сравнении с предыдущим По сумме цен Это опять игры Вот эти вот Хитрые уловки И нам сегодня говорят Уровень жизни Населения Повысился на 20% А население По своему Желудку И по карманам Чувствует Что оно упало на 20% Или того больше Ребята Да Что ж вы мне Рассказываете Лапшу на уши вешаете Что я стал жить лучше Или говорят У нас Автоматизированное Здравоохранение На 100% Ну зайдите В это Автоматизированное Здравоохранение И попадите Пожалуйста К специалисту Вас запишут По этому Автоматизированной системе Через полтора месяца А дальше Либо выживешь И нафиг он тебе нужен Либо умрешь Поэтому идут Нет человека Нет проблемы Да Ну получается так Но ребята А по формальному признаку Да Автоматизировано И так далее Рабочие места Большинство врачей Организовано Мы Какими-то формальными Элементами Пользуемся И считаем Что мы дали услугу А доступность Высокотехнологичного Здравоохранения Она остается Под вопросом И если 5-10% Населения Смогут добиться Вот этой Высокотехнологичной Помощи Это хорошо А в действительности Не случайно Все каналы На сегодняшний день Объявляют Собираем На ребенка Собираем На лечение Кого-то И так далее Помогите Нонсенс Такие деньги Выделяются На здравоохранение Да А мы не можем Решить вопросы Которые С бедных Собирают На то Чтобы мы могли Сделать там Операцию Вылечить Сохранить И так далее Ну Володь Ну это Можно назвать Нормальным состоянием С ног на голову Да Ну это же нельзя Назвать нормальным состоянием Давайте сейчас Сделаем небольшую паузу Валерий Турулов В студии особого мнения Про стратегию Еще предлагаю Поговорить дальше И хочется Выслушать оценку Ту Которую вы Даете Место малого и среднего Бизнеса В этой стратегии Да Хорошо Поговорим Через полминут Особое мнение На 101FM Итак Малое и среднее Предпринимательство Да Концепция До 2035 года Число малых и средних Предприятий Должно вырасти У нас на 20% А число занятых Там людей На 12% Вот такой параметр Ну Вот коротенький Присутствует В стратегии Более подробной информации У нас пока нет Здесь вопрос Очень такой серьезный И вы правильно Сказали Я Ну Последние 10 лет Был внутри Малого и среднего Бизнеса И всю эту Раскладку Чувствовал И воевал За то что Создавал Есть условия Для их развития Благоприятные Но к сожалению Большинство предпринимателей Сделали для себя Вывод Если бы знали С чем они столкнутся Они никогда бы не пошли В малый бизнес То есть это Обдираловка Обманы И так далее Многие пришли Увидев это и ушли Да Совершенно правильно Но Будет ли выполнено Вот эти 25% Я убежден Что будут выполнены И сейчас объясню Почему Потому что На сегодняшний день Приравнивается К малому бизнесу И микробизнесу В том числе И самозанятые То есть все бабушки Которые работают Те о которых мы говорим Часто в последнее время Что их там тоже собираются Привлечь Будут они обозначены Как малый бизнес Учитывая что Они чего-то там зарабатывают Чего-то создают Реальный доход В виде картошки Там огурцов Помидоров И так далее И так подобное Поэтому Это бизнес Его необходимо Обложить налогом Вот это вот Страшная вещь Сколько это? 4% Ну там 4-6% Ну сделаны Какие-то обходные пути Но тебе надо будет По нашему По нашему Конституционному праву Ты должен еще доказать Что ты имеешь право А тебе по формальному признаку Сейчас же многие делают ЖКХ Энергетики Они просто Фиктивные тебе Квитанции Отправляют Если ты возмутился Разбираться будешь Полгода Они скажут Ошиблись А не возмутился Проплатил То есть идет Страшное дело Тоже в этом отношении И как с этим бороться Ну просто невозможно Аналогичным образом И здесь будет Зафиксировали Заактировали Запротоколировали Что занимается деятельностью Обложили налогом Средне По статистическому показателю И все На мой взгляд Честнее Пусть негуманно Но честнее Поступают в Испании Поступают в Испании Где налог Один существует На жизнь На жизнь Да На жизнь То есть Ты год прожил Значит ты имел Для того чтобы выжить Ты должен был Минимальный Ресурс Ресурс какой-то иметь Значит он у тебя Какой-то появился Вот заплати Там определенный процент Вот и все Интересный подход Интересно Работаешь Ты не работаешь Ты живешь Вот он Минимальный доход Тебя посчитали Но мне кажется Это честнее хотя бы Это честнее Я спланирую Я четко понимаю Что мне придется Это платить И здесь даже нет вопросов У меня альтернатива Появляется Либо работает Либо не работает Но ты же живой Ты существуешь Значит ты имеешь доход И не надо Говорить о том Привлечь Там из тени Изъять И так далее Там подобное Возьмите пожалуйста Это же самое Двухпроцентное Это увеличение НДС С первого А Медведев Уже говорит Ёлки-палки Эти два процента Выливаются В полтора раза Надо повышать ЖКХ Вопрос возникает Какого хрена Вы тогда вводили Эти два процента Если дальше Такие последствия Вы что Специально взорваете Ситуацию что ли Это что Государственный подход Поэтому Когда мы говорим О малом и среднем бизнесе То Главнейшим элементом Является Создание Вот этих Достаточности условий Прозрачных Нормальных Условий Для бизнеса Чтобы не получалось Таким образом Когда Необходимо развивать Мы им пообещали И вроде бы дали Какие-то льготы И так далее И тому подобное А когда мы Выполнили эту задачу Дальше начинаем Изменять правила игры То есть правила игры Должны не меняться А они меняются Возьмите Возьмите тех же Киоскеров И ларечников Знаменитых В свое время Там в начале 2000-х Киселев призывал Ребята Прините Остановки Нам бюджет Нужно наполнять Нам надо И бюджет наполнять И у нас В бюджете нет денег На транспортную проблему Возьмите на себя Остановки И так далее Павильоны Взяли А чем это закончилось А дальше сказали Вы свою задачу Вы выполнили Ребята Пошли вы нахрен И все И начали давить Повышением налогов Цены на землю И так далее И тому подобное Ведь Возьмите Любого предпринимателя Который на сегодняшний день Имеет Намерение Там установить Свой какой-то объект Он не установит Потому что По земельному кодексу Отвести земельный участок И отмежевать его Практически невозможно По земельному кодексу Это целая проблема Как придумала Наша городская администрация А давайте Мы будем Не землю давать в аренду А торговые места Воздух Землю ему не отдали Пространство Она как была Пространство И установим аренду Такую же Как на землю Которая по земельному кодексу Рассчитывается То есть не землю Они дают в аренду А дают Место какое-то Условное такое Виртуальное место Из-за этого берут налоги А какие налоги еще Володя Какие налоги сумасшедшие Они меньше не становятся Валерий Николаевич Я прошу извинения Чтобы точку поставить Над этим вопросом Вот если Вот эти изощрения Будут Непрозрачные Использоваться Нашими властными структурами Которые должны Заниматься Созданием благоприятных Условий Для дела Бизнес это дело Тогда и предприниматели Будут честно И нормально работать Валерий Николаевич А поясните мне А вообще В принципе Государство Почему оно Таким прогнозированием Не занимается На 20% У нас должно Подрастить число Малых и средних предприятий На мой взгляд Заниматься или не заниматься Предпринимательством Это право Абсолютно Свободного выбора Человека Хочу занимаюсь Хочу не занимаюсь Вы что там Планируете себе Я вас понял Вот смотрите Тенденция такова Когда цифровая экономика Она идет Цифровая экономика То количество рабочих мест У нас будет уменьшаться Это роботизация Автоматизация Высвобождение Да Высвобождение И появляется целый слой Прекариата Не пролетариата Прекариата То есть По компетенциям Уровня знания Люди подготовлены Закончили институты Техникум Колледжи Школы Получили специальное образование Но им нет рабочих мест И они находятся в отстойнике Эти люди И следовательно Использование этих людей Оно теперь будет Не в виде того Как раньше была Там наемная рабочая сила А в виде Создания Нехих аутсорсинговых компаний Которые имеют Вот этот пул Безработных Высокоинтеллектуально И квалифицированных кадров Подготовленных И в данном отношении Там взяли И наняли на работу Остальные сидят На минималке Содержания и так далее Следовательно Что же мы наблюдаем Сфера услуги И услуг становится Той областью Где мы можем Обеспечить рабочими местами Людей Не в сфере реального Сектора экономики А в сфере услуг Ну и конечно Сельское хозяйство Где мы все равно От ручного труда Не уйдем Какую бы механизацию Там не делали Все равно Какую там И дойки И так далее Все равно От ручного труда Мы не уйдем Да Количество уменьшится Но каждое Рабочее место В сельском хозяйстве Она дает До 10 рабочих мест В сфере производства В последующей цепочке Да По цепочке Не менее 10 рабочих мест Следовательно Это тема Но она опять Вот если судить По нашему региону В этом году провалена Потому что Сегодня животноводство Провалилось В убыток ушло То есть сейчас Начнет свертываться Поэтому Говорить о том Как мы Вырулим эту ситуацию Ну Мы вначале И сказали Есть ум Надо проявлять А есть мудрость Мудрость Да Надо проявлять мудрость Не изощряться Там Какими-то подменами Но тогда Я думаю Что все станет У нас на место Но без помощи Населения Людей С этой задачей Не справиться А это уже Другая система Отношений Это совершенно Другая система Отношений А следовательно Вопрос Мы должны четко понимать Что основой Является развитие Экономики Это реальный сектор Экономики Дальше Обслуживающая Эта сфера услуг Социальная сфера Все остальное Но социальная сфера Она должна работать На повышение Эффективности Опять же Реального сектора Замкнутая Такая система Которая питает Не разделена Питает сама себя Но это другая Система отношений Ведь кластер Он именно на это На цели На кластеризация Когда мы говорим Биотехнологические Вы имеете Не только Любой кластер Любой кластер А сама система Как в форме кластера Это система Которая Внутри Замкнутые цепочки Делает От начала Производства Сырья И заканчивая И заканчивая потреблением Это все Является Единой технологической Цепочкой Вот к чему Мы вынуждены Будем прийти И обязаны Будем прийти Иначе мы не выживем Иначе все Кибец будет А вы Про население Вот сейчас Сказали Тут Какие могут быть Негативные факторы Но их конечно же Много Отсутствие Убыль Я имею в виду Наши проблемы Если вы обратили внимание Кировская область Опять у нас упало Превышение смертности Над рождаемостью И как не пытаются Там статисты Вывести эту ситуацию В положительный баланс Ничего пока не получается При условии того Что мы генерируем идею О том что Кировская область Находится в стадии развития Главным экономическим показателем Это является конечно Демография Со всеми ее Рождаемость Смертность Продолжительность Жизни Простым языком говоря Комфортно людям живется Либо не комфортно Это уже второй Это второй показатель Это рост и развитие Реального сектора Реальный уровень жизни Реального Не номинального В виде денежного выражения Я мыслю Какими-то сейчас Категориями Биологического мира Когда Популяция соответственно Увеличивается Когда все И продолжительность жизни Увеличивается жизни, когда все ресурсы есть. И третий показатель это число рабочих мест, увеличение числа рабочих мест, источники дохода. Вот три основных показателя. А все остальное от лукавого. Это все от лукавого. Но если так, тогда мы в этой системе отношений должны изменить и роли места каждого населенного пункта. Есть такое понятие расселение населения. Расселение населения. Это не переселение, как сегодня тенденция сбор в населенные пункты крупные. Села закрываются, деревни закрываются. И получается, что вот эти населенные пункты теперь превращаются в механизмы утилизации людей. И не более того. Страшно, что еще пару фразов произнесли. Резервации. А это же правда. Это резервации. То есть все населенные пункты превращаются в некие отстойники, резервации, где там на уровне выживания, ну как животные, как собака, да, дали тебе будку, дали тебе миску еды и цепь тебе накинули. Спустить тебя с цепи или не спустить, это мы еще посмотрим. Вот это очень страшная вещь. А расселение, это вот я живу, скажем, один в лесу. И теперь государство и все общество заботятся, чтобы мне там было комфортно жить, чтобы у меня была вся инфраструктура, а следовательно я эффективно начну эксплуатировать вот эти все ресурсы, которые там есть. Мое пространство, где я это свобода, это настоящая свобода труда, свобода развития, свобода жизни, вот оно что. Но при этом эффективность, учитывая, что это мотивационный уже аспект, эффективность, результативность моей жизни повышается в разы. Вот чем мы должны заниматься. Не говорите о том, как мне обслужить деревню, в которой три старика живет. Давайте мы ее закроем, пересели, мы закроем деревню, и проблема решена. Нет, это утилизация людей. А если мы говорим, там три человека живет, и нам надо теперь создать условия для того, чтобы там эффективно можно было жить, так и дети туда вернутся. Потому что в городе жить... И уезжать не будут. Да не будут уезжать. У меня есть радио, у меня есть телевидение, у меня есть связь, у меня коммуникация есть, если необходимо съездить, транспортные коммуникации существуют. Я проехал, там два часа мне в городе пошарахаться, и я устал, да не могу. Я поехал, опять занялся делом. Поэтому вопрос-то такой, знаешь, интересный. А вывод-то очень печальный. Мы должны разобраться, а есть ли у нас вообще экономика. И мы вынуждены сказать, ее нету. Потому что даже рыночная экономика, она предполагает работу рыночных законов. А для того, чтобы рыночные законы работали, им надо создать условия. Если не создашь условия, они работать не будут. Следовательно, экономики-то у нас нету. Вот печальный вопрос. В том понимании, в котором бы хотелось, чтобы она была. Да, почему в законодательном собрании, скажем, нету комитета по экономическому развитию? Нету? Нету. Я был последний из БАИКа. В пятом созыве. Ликвидировали. Нету. Вот почему, скажем, сегодня Министерство экономического развития Кировской области находится в достаточно жестких условиях. Потому что никто не считает, что это важный аспект. А это аспект штабного характера, консолидирующего характера, управленческого характера. Это своего рода надстройка над всеми ведомствами, которые управлять должны этими процессами. А поглядите, пожалуйста, а у нас это есть или нет? Ведь высококомпетентный на сегодня человек, скажем, у нас возглавляет Министерство экономического развития. Наталья Кряжева, которую мы упоминали уже. А как ей справиться с этой ситуацией, я думаю, очень и очень сложно. Потому что на нее смотрят как на ненужный элемент. Не на организующий элемент, а какой-то там, вот там требует какие-то эффективности показать. Ведь у меня был опыт такой, когда, скажем, мы заслушивали там Министерство сельского хозяйства, по повышению эффективности их деятельности. И вот они мне начали там рассказывать, сколько голов коров, сколько овец, там все эти... Какая прибавка, да? Да, численность голов. Я говорю, подождите, ребята, я вас спрашиваю не о развитии сельского хозяйства, а я вас спрашиваю о эффективности работы сельского хозяйства. Вот вам вложили миллиард, а сколько вы отдачу дали? Какова эффективность? Вы работаете с убытком или нет? И когда вы вернете этот миллиард, да, он вам вложен как сгенерирован, типа, как бонусы дан, но он-то дан для того, чтобы вы его потом отработали и отбили, развивали, эффективность каждого рубля показывали. Вы что тут нас учите жизни? Мы работаем. Да, мы же работаем, мы количество голов-то увеличили, понимаешь, надо и увеличили. Я говорю, а как это экономически? Может быть, не надо увеличивать? Нам пора на рекламу небольшое прерваться, полторы минуты она продлится. Валерий Турула, это ваше особое мнение, продолжим очень скоро. Продолжаем наш разговор, остается немного, совсем 7 минут. Четко основные моменты связаны с бюджетом нашего региона на 2019 год. Валерий Николаевич, попрошу вас озвучить. Например, представитель фракции КПРФ Анатолий Михайлович Чурин сказал в нашем эфире, почему он голосовал против этого проекта бюджета. Потому что, цитирую, бюджет по объему должен быть гораздо больше. Он должен опираться не только на сборы с населением, он должен опираться на те налоги, которые платят нам компании. Ну, и я так дальше уже пропускаю. В общем, этот бюджет у нас опять не развитие, а стагнация и выживание. Что-то я слышал уже эти много раз такую терминологию. Да, да, да. В прошлые годы. Да, и в прошлые годы. Да, и сегодня мы в ходе передачи уже не раз упоминали. Упоминали о том, что у нас не развитие. Да, не развитие, а стагнация это в лучшем случае. И профицит губителям. Да, и профицит, да, губителям. Поэтому частично мы, наверное, коснулись уже этой темы. В моем понимании существенных изменений по содержанию бюджета нету. Опять продиктованы рамки Минфином Российской Федерации. Федеральное соглашение. федеральное соглашение. Иначе бы мы не получили софинансирование. И когда мы показали там, я уже не помню, 22 или 25 процентов собственных средств в этом бюджете, ну, около 30, наверное, да, то этот показатель, он сразу занизился после, ну, это же тоже опять вот такие цифирки, когда добавили там еще 5 миллиардов, этот показатель у нас опять вернулся на прежние показатели. Ведь основой бюджета является не возможность получения из федерального бюджета средств, а самим формировать свой бюджет. И вообще система, она так заведена, что основные отчисления мы делаем в федеральный бюджет, свои же отчисления, и потом выпрашиваем, дайте нам наши же деньги. И здесь уже вступают вот эти управленческие механизмы Минфина, говорят, мы вам дадим не все, но часть денег, но при условии, что вы выполните правила игры. И вот эти вот правила игры, они опять относятся к тому, что бюджет неразвития, как мы говорим, и в этом отношении Анатолий Михайлович абсолютно прав, это бюджет даже не выживания, а это ликвидационный бюджет. Опять мы возвращаемся к этому термину ликвидации. Бюджет, да, потому что будет дальше сворачиваться реальный сектор экономики, то есть сжиматься опять будет. Никаких перспектив для малого бизнеса я не вижу. Должны быть соответствующие механизмы, вложенные в бюджет для развития малого бизнеса, а там практически опять никаких денег не вводится. Я бы согласился, может быть, со всеми этими ситуациями, если бы вкладывались в какие-то приоритетные направления деньги, инновационные деньги, те же самые биотехнологии. Мы же провозгласили еще в 15-м году при Белых, что фишка Кировской области по всем показателям ресурсным может являться построение биоэкономики. То есть везде звучит, что там к 35-му году должна появиться новая экономика, а мы говорим, что как разновидность новой экономики это биоэкономика. Это могло быть нашей фишкой. Тогда забыли этот термин. Я пытался его как концептуальную вещь, фишку развития Кировской области преподнести Васильеву, но не обратили на это внимание. Сегодня мы доложили эту вещь для первого заместителя, он исполнял тогда обязанности. Александр Анатольевич? Да, да, да. Обязанности губернатора. Он услышал. Его очень заинтересовала идея биоэкономики. И вот если бы мы подготовили такую программу и сказали, а вот часть средств мы пускаем на развитие биоэкономики, делать прорывные какие-то вещи, не в виде там, нано-лек это хорошее предприятие и так далее, но по большому счету что дальше будет я еще не знаю, а пока мы работаем с субстанциями из-за рубежа. То есть собственных субстанций нету, упаковываем в таблетку и красивую упаковку делаем и принимаем. Поэтому это не то, что надо Российской Федерации. Российской Федерации нужно весь замкнутый цикл как положено. Поэтому когда мы говорим о бюджете, то там должна быть строка или целый раздел связанный с развитием прорывных технологий, которые дальше можно масштабировать, масштабировать, тиражировать. Совершенно правильно. Вот это вот при всем недостатке там когда Носков формировал бюджет, он отвечал у белых за это направление при всех недостатках. Но они все же пытались рассмотреть оптимистичный, пессимистичный и инновационный характер развития экономики. То есть вариант инновационного характера развития. Потому что без этого никак не сделать. Мы же опять все инновации закопали, нигде мы не видим своего потенциала. Хотя вот заказы поступают из других регионов на наши инновации, а в нашем регионе на это не обращать внимания. Ну вот правда сейчас мы по теме меда, помните, мы ее поднимали не один раз. Вы даже угостили медом. Спасибо большое. Мы заканчиваем тему по старту один. Разработка новых продуктов, ингредиентов для продуктов питания, сбалансированного здорового питания человека. Мне кажется это успешно, но самое большое достижение, что мы продвинулись, позиционировали бренд вятский мед и биокиров. Это репутационные такие значки. И когда мы были на мировой выставке в Москве мировые продукты питания, международная выставка, то многие подходили, говорят, вот это вот репутационная вещь, вы правильным путем идете. И вот в 16.30 будем встречаться, как дальше развивать нам эту тематику. Сегодня? Да, в 16.30 в Минсельхозе эту тематику и каким образом продвигать. Вчера мы написали письмо Сечину. В какой поддержке вы нуждаетесь вот сейчас? Здесь нужна больше организационная и политическая поддержка. Административная? Да, да, да. Наведение мостов, наведение связей. Да, здесь мои ресурсы уже все иссякли. Я сколько мог сделал, там несколько миллионов мы вложили в продвижение, в позиционирование бренда. А теперь надо подключение губернатора к этому вопросу. Он лично должен теперь продвигать. Вот вчера мы Сечину написали письмо и в нем пишем, что нефтяники это серьезная вещь для экономики Российской Федерации и мы считаем, что нефтяники должны получить качественный продукт, который должен поддерживать их здоровье и так далее. Мы предложили заключить им с ними соглашение на разработку программы мед для нефтянников. И мы готовы по этой программе поработать на поставку скажем, 200 тонн для нефтянников. И обратите внимание, не в виде продажи, а это B2B. Мы для их бизнеса готовы произвести продукт. Это не розничная продажа. Разработать целую программу по здоровлению. Вот на мой взгляд, это правильный путь. Потому что более ценного продукта сегодня мы не можем пока иметь. Но задача-то заключается, если мы этим путем пойдем, дальше позиционировать уже пчеловодство как системообразующую отрасль агропромышленного комплекса, а это выводит уже на другие технологии производства молока, мяса, зерна и так далее. Потому что пчела, она ориентируется на экологическую чистоту производства продукта. А значит, чистое мясо, чистое молоко, здоровое питание и так далее. Цепочка вся идет. Вот мы считаем, чем надо сегодня заниматься. Больших затрат это не требует. Понимаете, Володя? Ну что ж, удача. Лишь бы лично у господина Сечина одно место не слепил. Ну, здесь мы морально и этически мы честные. И мы не в виде заработка чего-то пытаемся. Хотя это тоже имеет место быть, но это попутно. Это как некий результат для тех же пчеловодов. А задача-то вообще-то заключается в том, чтобы миссионерская такая функция, чтобы Россия не беднела, а богатела, чтобы она богатство людьми прогнозируется и геометрическая прогрессия нарастает. А люди это здоровье. Совершенно правильно. То есть мы пытаемся изменить вот этот вектор. На мой взгляд, это правильно. А люди всегда сделают то, что необходимо. Им только скажи, и они готовы чего угодно сделать. И подтянуть поясок, и объявить это как отечественная война, борьба с бедностью и с нищетой. Отечественная война против бедности и нищеты. Валерий Турул, спасибо большое. Особое мнение заканчивается. До свидания. До свидания.